Welcome, welcome, welcome. Ну что, переходим и к самой веселой группе. Группа Б. Крови на рукаве. Команда Оптимуса Прайма и команда Побельтера, нам, кстати, его и показывают, будут сейчас играть друг против друга. Имморталсы неубиваемые, неумираемые, бессмертные, так сказать, против гигабит-маринцев, против морячков. И морячки пока на этом чемпионате всех только удивляют. Не проходили они в Wildcard Region, напоминаю, что они за свои заслуги перед Риутами на MSI заняли шестое место и получили слот дополнительный для своего региона. Их уже один представитель региона вылетел. Не смогли Young Generation идеально сыграть, скажем, прямо. Они проиграли Фенербахче, вылетели там 3-0. Групповую стадию прошли неплохо. Ну а что касается команды Гигабит Маринц, они уже сенсационно победили команду Фанатик в первой игре этого чемпионата мира для себя. Ну и для Фанатиков, соответственно, вообще плохо пошел Сплит, потому что они сначала сыграли Гигабит Маринц, поражение, потом проиграли команде Имморталс. И сегодня им играть с Лангжу, просто забейте, 3-0 старт, это лучшее, что их ждет, без обид, команде Фанатик. Ну а что касается Гигабит Маринц, они показывали пока только интересные игры. Не было ни одной метовой пока игры от них. В первой игре они играли через Ноктюрна, во второй игре они играли через Мордек Кайзера. Посмотрим, что они приготовили к этому матчу. Тем более, что их игроки после победы сказали, там, я не помню, кого брали интервью. А, у Нивана, по-моему, брали. Ноуэй или Нивана, кого-то из них брали интервью. Сказали они, что играть по-честному они не могут. Они знают, что индивидуально каждый их игрок слабее, каждого игрока индивидуально на этом чемпионате мира. Поэтому они на этом чемпионате будут играть только задуманные стратегии. И странно, что в задуманной стратегии они забирают себе Грагаса. Но идея, наверное, крутится вокруг того, чтобы лишить Иксмити всего. А нет, Лулу не будет Грагас пикнуть. Ну, это было логично бы. Смотрите, они забанили Джарвана, забанили Сиджуани и взяли бы себе Грагаса. Таким образом, лишив Иксмити вообще чемпионов. Напоминаю, что Иксмити довольно такой странный игрок, который почти никого не играет. Может быть, это был план? Показать Грагаса, взять себе Лулу и намекнуть. Вот он, Грагас, бери. Или мы его возьмем. И он автоматически заберет Грагаса, а они, Гигабит Маринцы, собираются играть с жестким контрпиком к Грагасу. А кто у нас жесткий контрпик к Грагасу? Это Шивана, это Мастер Йи, это Каин в некотором роде, но он не такой жесткий. В общем, это, ребят, автоатакеры с дополнительным каким-то дэмэджем. И пока они не показывают пик Леви. It's a trap, да, это ловушка была, возможно. Пока они не показывают, кем будет играть у нас Леви в лесу. Взяли просто стандартных чемпионов метовых на топ-лейн Чагата. На бот-лейне Лулу с Кагмавом. Все вроде бы пока подходит под логику. Напоминаю, что эти три игрока, Арчи, Ноуэй и Ниван, это турки. А два игрока из леса и Смеда, Оптимус и Леви, это корейцы. Корейцы, бывшие игроки команды Лангжу, прошлого сплита игроки команды Лангжу. В этом сплите играют за командой Гигабит Маринцы, поехали на чемпионат мира. И они как раз-таки в основном и стараются сохранять пики для себя под конец, чтобы им все, ну и ломать игру оппонентами, я имею в виду. Можно сыграть какую-нибудь сейчас уже Ариану и сейфовый сетап для Кагмава, но тут сложно вообще какие-то проводить аналогии с другими командами, то есть, например, те же самые ТСМы. В такой ситуации взяли бы себе Синдру и танка-инициатора от Леви, ну, то есть от Джанглера. Но это сделали бы ТСМы. Имморталы, видите, совершенно другие вещей ждут. Подвоха какого-то забанили КС-1, совершенно непонятно зачем. То есть КС-1 вроде здесь совсем не годится под Оптимусу. Забанили Люциана, потому что хотят сами себе забрать Ариану, видимо. И Ариану бан надо, наверное, делать Гигабит Маринцам, если они ее не собираются брать, либо если у них нет ничего сверхъестественного против нее. Нет, они работают по топе рам, убирают у Флейма Гнара, что немножко меня удивляет, потому что Гнар вроде, ну, бесполезный бан здесь. Синдру забирает имморталы себе и готовы играть против Арианы таким вот образом, типа мы взяли себе Синдру и никаких проблем. Баболтер на Синдре смогет. Искать логику у этой команды, ну да. Зачем они отдали Райкана и Шаю? А, ну Каин, все же Каином будет контрять, контрять, а не Грагаса. Он является контрой, ребят. То есть если бы вы меня спросили трех чемпионов, которые контрят Грагаса, я бы вот тех, которых назвал и сказал бы. То есть Шивана топ-1 будет контр, а Мастер Ей топ-2 и Каин топ-3. Потому что автоатакеры с дополнительным уроном и гораздо полезнее в тимфайте, чем даже Грагас. Вот, как бы это смешно не звучало. Мастер Ей гораздо полезнее, чем Грагас в тимфайте. Если против вас в Солоку появился Грагас, можете попытаться мастером сыграть. Ну что ж, Каин у нас будет от Леви. Был на этом чемпионате мира уже один Каин. Этот Каин проиграл свою игру. Это был Каин от Контракца из команды Cloud9. И тоже вроде бы брался против Грагаса, если я не ошибаюсь. Но он там вообще не играл против Грагаса. Он в какую-то свою игру играл. Пытался изо всех сил эскотешного мидлейнера побить, фейкера. Несколько тавердайвов они сделали вместе с Дженсеном. В итоге каждый тавердайв только в минус уводил команду Cloud9. И у нас Райз идет на мид от Оптимуса. Райз против Синдры. Насколько я знаю, Синдра имеет небольшое преимущество на этой линии в начале. Ну а в Лейте, понятное дело, Райз будет полезнее Синдры. Правда, Синдра всегда может за счет Дисенгейджа сохранять полезность свою. Но Райз в Синдру это, конечно, не самый лучший пик. Я с этим согласен. Но мы чего-то, может быть, с вами не знаем. Не забывайте, что Райз теоретически может организовывать хорошие ротации по карте за счет своей ульты. И мы с вами видели, как делают свапы постоянно пока что на этом чемпионате команда Gigabit Marines. Поэтому ожидать стандартных линий Райз на Синдру может нам и не стоит. Может быть, Синдра вообще будет стоять не ту линию, которую мы с вами ожидаем. Будет она стоять с Тристаной, и она Тристане тупо ничего не сделать не сможет в начале игры. Пожали друг другу руки, не разбегаются. Почему вместо Трандла взяли Шена против Чагата? Ну, Шен лучше им подходил под сетап. Что ты тут под Трандла имеешь? Под Шена вы хотя бы имеете Грагаса с инициацией, он может на него прилететь и спасать Зайо, спасать Синдру. Да и на того же самого Райкана может прилететь Шен. А Трандл, у него ни одного щитка здесь не было бы. Просто чисто играть сплит-пуш, но не захотели играть 4-1. У нас команда Immortals решили вот сыграть через Шена. Шен, тем более, тоже не такой плохой чемпион против Чагата. Вполне нормально стоит на этой линии. Почти всегда выходит в плюс там 10 фармок в 10-й минуте. Вчера, например, мы видели импакта на Шене против Чагата. Там вообще разгром тот учинил. Он два раза убил Чагата, ну не в соло, да, через ганг, но все равно это было. Два убийства Чагата на линии, там до 10-й минуты, Чагат 0-2, 60 фарма. Против 90 фарма импакта это было совсем ненормально, конечно же. Так что, у кого пик лучше? Ну, если стандартные линии будут, то Immortals сильнее, конечно же. Лейт хоть и есть у команды Gigabit Marines, тут тебе и Райс, тут тебе и Кагмаф, но вот, правильно я сделал отметку, тут тебе они, но они только в Лейте. А до Лейта, как бы, еще дожить надо. А чем они будут доживать до Лейта, непонятно. У них нет ничего в мидгейме, кроме Лулу. Ну вот Лулу, там, с Кайном, даст ульту, и что дальше? Райс 0 урона, Кагмаф 0 урона, а у оппонентов просто все есть. Олик уже делает инициацию, ошибается, и Олик умирает! Боже мой, как ошибся, тут же идет подкидывание, это минус первый флэш, минус второй флэш. Что за цирк все команды устраивает против команды Gigabit Marines? Все неумные команды, давайте правильно сделаем пункт, пунктик. Потому что команда Лангжу не натворила никаких глупостей против Gigabit Marines. Зачем вы им такие подарки-то делаете? Ну что это за бред был? Мало того, что вы по вардам прошлись, но они этого не знали. Окей, Immortal не знали, что они прошли по варду из Трайбуша, и что Gigabit Marines их ожидает выхода с той стороны. Но так еще и делают инициацию Raycan в соло, в троих игроков, или даже четырех, сейчас посмотрим еще раз повтор, с двумя всего лишь игроками. Он в четырех делал инициацию с тремя игроками за своей спиной, но по сути с двумя. И X-Mitty не за фаллэвил его, X-Mitty тут же дал комбу по Арчи. Ну как комбу, это фиаско, да, это фиаско братаны. Будет любопытно, если, конечно же, Immortal проиграет свою игру команде Gigabit Marines, тогда здесь у нас будет странная следующая неделя. Будет явный один лидер, которому достаточно будет выиграть одну игру, и, скорее всего, команда Лангжу сразу же займет первое место в своей группе. А вот и Immortal, и фанатики, им придется рвать когти. Не когти, а рвать... Ой, там классно Леви играет, мне нравится. Но он, знаете, обычно вот заходите в чужой лес, знаете о примерный маршрут Грагаса. Так он не только знал примерный маршрут Грагаса, он знал еще таймер, что успеет забрать синий баф. Будет сейчас смайт война, в которой X-Mitty не сможет участвовать, потому что у X-Mitty нет смайта! Он второй левел, Леви третий, Леви отыграл дурачка! Как же классно он все сделал! X-Mitty вынужден был потратить Ешку на эскейп. Хорошо, что X-Mitty не рискнул ворваться в Леви. Леви в один момент сыграл дурачка. Вы видели? Он начал включать режим такой... Ай-яй-яй-яй-яй, я синий украл, но не знаю, что делать теперь, меня же ты убьешь один на один. Хрен там был, у меня еще три игрока с собой. И дальше продолжает Леви здесь бычить на X-Mitty. X-Mitty делает Ешку, но мимо Леви. Леви догадывается, наверное, что здесь где-то Вард стоит, дает просветку, Вард находит, просвещает таким образом непросвещенного X-Mitty и прогоняет его. Вот так вот Кайан и должен играть, ребят. И вы знаете, с какого кемпа начинает оппонент. Вы начинаете с противоположной стороны и идете в его лес. Один на один вы его всегда победите. Не забывайте об этом. И плюс вы можете кемпа обворовать. Но он здесь совсем нагло сыграл Леви. И, как видите, это принесло еще больше плюсов. В итоге среколился у нас X-Mitty и вынужден был купить фляжку. Больше ни на что ему денег не хватало. Вы представляете, насколько все плохо? Если бы он купил себе Мачетто, он бы не смог купить себе Пинкварт, потому что у него там 400 золота всего лишь было. И поэтому он решил не терять время, а просто купить фляжку за 250 грейд на нее. И за 75 золота купить себе контроль Варт, который будет сейчас расставлять. Ох, тут ловит у нас Нивана очень сильно. Ноуэй пытается ответочку какую-то надавать, но гораздо меньше он нанес урона по Кодисану, чем Ниван. Ниван вынужден теперь будет стоять за спиной. Хилки он выпил, и Олег чувствует себя теперь здесь полноценно на этой линии, потому что раскрывается эта птичья линия. Ай, ноуэй не попал. Издалека рандомными спеллами ласт хитят. Ну, пойдут на рекол Гигабит Маринца, здесь больше делать нечего. Пытается зафризить Олег линию, но и одновременно с этим отменить рекол, если они наглый рекол делают, не под вышкой. А у нас... Зрители просто что-то взорвались, я только не понял, в честь чего они взорвались. Ну, видимо, в какой-то момент нам показали... Нам не показали, а им показали. Может быть, там на сцене показали, как кто-то кого-то целует, знаете, там эти кис-камеры. И зрители так... О-о-о, да он ее взасолился. О-о-о, с язычком. Короче, понятно. 1-0. Команда Левика пока тащит. Сам Леви обворовал немножко иксмити, но не так сильно, как хотелось бы. Та самая девочка наконец-то сняла кимоно. Да, ребят, я там сегодня рассказывал в первом видео. Те, кто только сейчас пришли, не знают. У них на сцене там есть шоумены. Их там два парня и одна девушка. И они три дня, уже там четыре дня вместе как раз шоу проводят какое-то в перерывах. Мы этого увидеть не можем, потому что у нас на стримах американцы. А если перейти на китайский стрим, у них китайцы. Их аналитики просто, которые в Лиге Легенд разбираются. А вот эти вот шоуменов мы не видим. Но их мы можем видеть периодически на камере там сзади. И видно, там девушка постоянно красивые наряды одевает. И явно видно, что симпатично. Хотя издалека так... Прямо не определить здесь минус Ниван. У нас произошел, возможно, и Нувей убьют. Нет, он отфлэшивается. А вот Ниван, который был без флэша, вы видите, у него был Хилл и Игнайт. Он уже играл однажды через Хилл и Игнайт. Его, конечно, за это наказали. Ну так вот, сегодня она в кимоно пришла. И мы там шутку проводили на стриме, что она в кимоно сегодня. А под кимоно она голенькая. И вот мы ждали, что она кимоно все снимет. Возможно, сейчас она действительно сняла кимоно в этом перерыве. А мы с вами этого не увидели. Мы смотрим сраную Лигу Легенд. Нету флэша, конечно, Нивану за это наказывают. В прошлый раз, когда у него не было флэша, они сделали свап. И идея, я тогда объяснил, что они делают свап для того, чтобы как раз использовать Хилл и Игнайт на Тауэрдайве. А здесь не совсем ясно, зачем был взят этот Хилл и Игнайт. Флэш бы, конечно, гораздо лучше был и эффективней в этой стадии. А так просто килл отдали. Через флэш Олих его поймал. Кайн получил уже шестой левел, как говорят английские комментаторы. Не могу с ними не согласиться. Красный баф, я так понимаю, он только что взял. Ждет, пока синий баф появится. Ох, хороший тут станд поддамаживает немножко Оптимуса. Не страшно. Кайн смещается в Красный Лес оппонента. Но тут надо быть аккуратным. Флейма появилась уже ульта, и он теперь хоть и потратил свой телепорт, но это сравнивается только с телепортом, нет? Леви не будет за Красный Баф воевать. Он хотел обворовать у Икс Митти маленьких крипцов. Смайт сейчас пытается выжать из Икс Митти. Дело заключается в том, что если Икс Митти потратит здесь Смайт, то он не сможет рожаться за Красный Баф. А если Икс Митти здесь не потратит Смайт, то Леви заберет себе этот кемп. Понимаете, да? Какая дурацкая ситуация. Икс Митти в любом случае был здесь в Минусе. Более того, Леви дальше идет. Просветочку не очень удачно потратил здесь Райз. Левика здесь ловит, но у него есть кушка, чтобы перепрыгивать стенки. В этом чемпион Кайн шикарен. Я уже рассказывал такой мини-обзор этого чемпиона, когда мы делали. В чем его все плюсы. Первый, главный самый плюс, почему он так доминирует. Всех остальных вот этих начальных чемпионов. Особенно медленно скеливающихся. Танков! Какой шикарный ход от Оптимуса. Сам, правда, туда решил не лететь. Потому что уже Флейм нажал ульту и спасал Икс Митти. Красный баф Икс Митти себе. Я так правильно понял, что забрал, да? Я просто что-то не обратил внимания. Грагас забрал красный Ленин? Вроде забрал. Сейчас я объясню, почему Кайн может доминировать вот этих Сиджуани. Джарвана в некотором роде тоже. Во-первых, у него есть процентный урон, который будет потом появляться. Но именно в начале он доминирует за счет того, что это милишники. Он на них набирает пассивку. И у него начальные статы у этого чемпиона самые высокие в игре. У него не самое высокое количество ХП, не самое высокое количество АД в начале, не самая высокая скорость передвижения. Но если взять все показатели, то средний получается он почти топ-1. Понимаете, да, насколько это круто? Даже не почти, а является топ-1, вроде Риот и так говорили. Но у него зато скейлы довольно низкие, поэтому где-то в районе 11 левела он начинает проигрывать по своим статам другим игрокам. Но к 11 левелу у него появляется его пассивка активная уже, и он становится другой формы. Либо Даркином, либо Шадоу Ассасином. И тут-то, конечно, другие статы, которых ты недополучаешь. Ты получаешь зато статы для своих скиллов, то есть для своих заклинаний. И поэтому ты выравниваешь этот дисбаланс. Но если ты, к сожалению, не смог набрать себе никакую пассивку, а самая распространенная пассивка все же будет красная, Даркина, то бишь более танкового, если к 11 левелу ты не набрал, то ты сильно проседаешь. Вот сейчас начинается стадия, когда Леви еще не набрал себе статов за счет пассивки, но при этом уже начинает проседать по показателям от Эксмити. Поэтому сейчас он будет менее агрессивно себя вести, хотя, я думаю, за счет того, что у него есть преимущество по предмету, это его не угомонит. Разве 2 минуты прошло? По-моему, 2 минуты еще не прошло с Рапторов. Не, он просто сюда вард пошел ставить, да. Рапторов-то они забирали где-то минуту 30 назад, не раньше. Засматер там подсказывает мне Эксмити тогда. Ну, Эксмити 6 левел против 8, играть вообще невозможно. Нет, 2 минуты, оказывается, прошло уже, так время летит, пока я вам рассказывал про Каина. Ну и у Каина 2 формы, я думаю, вы знаете. Одна форма добавляет вам процентный урон по танкам, это Даркин, и при этом отхил увеличивает ваш. Вторая форма увеличивает ваш урон по лоу-хэповым чемпионам. По сути, это Ассасин, но она так и называется, Шадоу Ассасин, то бишь в убийцу, когда играете. Но в этой игре вряд ли мы увидим убийцу, увидим именно Даркина, красную форму. Правда, ему ее пока набрать не получилось, но размен образовывают они сейчас. Вышка на вышку и Красный Лес еще забрал Леви. Почему Леви еще не в СКТ с такой игрой? Ну, потому что он в команде... Гамбитов этих местных их. Это же команда, которая со своего региона. Регион не такой плохой. Регион получил второй слот. Если гигабит-маринцы выйдут из группы и пройдут следующий круг, а какие-то регионы провалятся, пока, кстати, не совсем понятно, какой регион будет проваливаться. Очень похоже на то, что ЛМС будет проваливаться, потому что Ашки пока идут топ-3. Топ-4, извините, в своей группе. Флэшвульфы идут топ-4 в своей группе. Если еще вспомнить гонконгских ассасинов, а не аттитюдов, гонконгских аттитюдов, они тоже вылетели. Тут Нивана снова ловит, снова его наказывают за то, что у нее нет флэша. Но так вот, то очень похоже на то, что ЛМС к следующему чемпионату мира потеряет слот третий для своего региона. В то время как регион вьетнамский получит себе еще один слот. Как бы все нормально. А почему не в СКТ? Именно СКТ, раз ты назвал. У СКТ как бы два крутых джанглера. Каждый из джанглеров становился MVP корейского сезона. Каждый из джанглеров становился MVP разных турниров. Бенги становился MVP МСА, а Пенатт становился MVP чемпионата мира. Так что эти ребята не хуже. Но Леви в этом пока что чемпионате играет лучше, чем они. По крайней мере показывает такую интересную игру. Но его сама команда послабее. Леви хочет организовать битву. Он все еще без подкидывания. То есть у него все еще красной формы нет. Прилетает сюда Арчи, дает подкидывание, цепляется за Грагас. Экс Митика стараются они не отпустить. Но за счет шикарного кайта команда Иммортал отходит. Убили они тогда вот Лолу, видите. За счет этого пропушили очень сильно Кагмава. И Кагмава не хватает теперь фарма. Ой, не Бенги, а Бланк. Бенги был. Да, да, да. Бенги был. Сейчас Бланк. Прошу прощения у фанатов Бленка. Я забыл про него. Бленк не становился, кстати, MVP нигде, по-моему. Вот Бенги становился MVP MSI. А вот Бланк как раз не становился MVP нигде. Ни на чемпионате мира, ни в Корее. Хотя, может быть, становился. Ну, так или иначе, Бленк MVP в наших сердцах. Это, ну, наверное, один из самых сильных заменителей. Знаете, вот эти запасные игроки. А в футболах, в хоккее тоже запасные. Так вот, в Лиге Легенд запасные тоже приемлемы. И, наверное, это самый крутой запасной. Потому что, если вы его вытаскиваете, он как джокер какой-то. Выходит и легко побеждаешь. То есть, команда СКТ огромное количество игр побеждала именно благодаря тому, что просто выпускали в какой-то момент Бленка вместо Пената. И все было отлично. Чистый джокер такой, да. Покет плеер. Покетный игрок, как я любил говорить. Лучше шестой. Лучше шестой. Моя бывшая тоже так говорила. 1-2 у нас счет. Имморталы пока не дали засноболить себя. Леви, конечно, идет неплохо. А, кстати, еще один был Каин на чемпионате мира. Я совсем забыл. Был на чемпионате мира еще Каин от Даймонд Прокса. Совсем мы про это-то забыли. И Даймонд Прокс тогда разгромил по фарму как раз-таки Пената. Не, не Пената, подождите. Ворлд Элита там была. Конди он разгромил по фарму. Но Конди за это время сделал 3 удачных ганга. И поэтому все, что делал Даймонд Прокс, по сути, не имело никакой логики. У него было там 90 фарма против 25, что-то такое даже. Тоже, кстати, против Грагаса был взят. И я тоже хвалил этот пик. Ну, потому что это правильная идея. Особенно, если вы хотите в мете все еще быть. Но Каин, у него билд, я и тогда тоже рассказывал, всегда один и тот же. Менять билд нет большого смысла. Билд играется через... Ботинки, ладно, иногда меняются. Там, Нинджа Таби, либо мерки. Вориор через зеленый Голдер, чтобы вы... Через зеленый Смайт, чтобы вы могли расставлять ворды. Помогать своей команде. Блэк Кливер в Гардиан Энджел. Билл Даск Блэйд и последний предмет уже выборочный для вас. То ли вы там Магрес соберете, то ли вы ХП доберете, то ли Армора просто доберете. Тут уже сами выбираете. Ну, Даймонд Прокс не добрался тогда до финального билда. Он, по-моему, Гардиан Энджел даже не успел собрать. Он БФ Сворд купил, и там игра и закончилась. А Унтара тогда какой? Унтара, на самом деле, он именно заменителем не был. Подождите, вы, наверное, не совсем понимаете. Есть игроки, которые выходят в основе и периодически уходят в запасных. А я имею в виду именно бланка, то, что твоя команда проигрывает серию 0-2 в Best of 5. Вы выпускаете бланка и выигрываете три игры подряд. Вы проигрываете в серии 1-0 и без шансов вообще первую игру проиграли. Выпускаете бланка и выигрываете эту серию 2-1. Вот я, что имею в виду. Это запасной игрок, Джокер, а не тот запасной игрок, который выходит в основе, типа. Тот, который выходит в основе, таких там моря можно поискать. Тот же самый Рэй не уступает импакту, потому что совершенно разные стили игры. У него импакт, если нужен... Ой, тут Леви что-то механику нам сейчас ужасную показал. Так что Унтара, он как раз вот тот игрок, который просто взял и подсидел хуни в один момент. Знаете, как это тоже такие темы на работе там. Занял его должность и все. Говорит, я теперь буду здесь главным и все. Забирает у нас Реф Геральтку. Нет, не забирает. Маринса что-то тут долго... Мудрили, мудрили, передумали делать его. Они просто не знают на самом деле, где кто сейчас находится. Они не знают, где Ботлэйн, команда Иммортал. Увидели их наконец-то. Почему так нет долгого формы у Каина? Честно, у меня закралось сомнение, что он идет в Даркина. Мне кажется, он идет в Shadow Assassin. Дело в том, что если бы он хотел взять Даркина, он должен был бы его уже взять. Он участвовал в убийстве. За убийство вы получили очки. Убил он кого? Давайте вспомним. Убил он Милишника, то бишь Олих. А, нет, это рейнджовый чемпион считается же. Все забываю. Это же рейнджовый чемпион. Может тогда там... Ну, блин, он вроде за Грагасом дальше бегал. Синдру почти не фокусил. Просто мне кажется, что ему дали Даркина, и он не хочет его брать, а хочет брать именно синюю форму. Поэтому и теперь ждет. Ждет, пока там пройдет 3,5 минуты после того, как тебе дали автоматически Даркина. Там надо подождать 3,5 минуты. И на 18-й минуте примерно там это получается. Сейчас он у него уже есть наверняка на базе, он просто его не делает. Так, у нас здесь ловят бедного Арчи. Арчи ничем помешать команде Immortal не сможет. Его убивает. Это Райза, тем временем там динает огромное количество крипов снизу, но Шен пошел туда на телепорте останавливать Райза. Райза, кстати говоря, играет через Абиссал Маску. Я бы был не против этой Абиссал Маски, если бы не было уже одной Абиссал Маски, собранной у команды Gigabit Marines. То есть нет в этом никакой логики. Но вот Флейм, который прилетел сегодня на телепорте, конечно, в беде. За него цепляется Леви, наносит урон, но полиморф от Ленивана бессмысленно. Ну и Immortal, знаете, такое впечатление, что они пересидели вот этот вот натиск, который мог оказать Леви, и перефармили свои линии. И сейчас спокойненько начинают побеждать просто за счет того, что Леви здесь один, а турков здесь так много. Арчи, по-моему, завтрак, обед и ужин. Ну, сейчас с бэка... А, Леви до сих пор не бэкнулся, он мид сейчас отпушивал, забирает себе фарм. Наверное, с бэка будет делать уже себе форму, и вот тут-то мы его видим. Хотя все равно не поймем, почему он не взял все еще Даркина, если он возьмет Даркина. А если возьмет Shadow Assassin, тогда все понятно. Он ее накопил где-то только на 15-й минуте, а последние 4-5 минут он просто бегает с командой. У него сейчас огромное количество золота на руках, он все еще не бэкнулся. Напоминаю, что поменять форму можно только на фонтане, по-другому нельзя. Привет, зачем забирать Геральда при живом Драконе? Дракон же больше дает. Ты про команду Гигабит Маринс то что? Они не могли забирать, потому что Дракона. Они хотели забрать хоть что-то в ответ, а в ответ у них не получилось забрать его. Ну вот и проблема. Ну что там Даркин, он будет реколиться? Еще про фармил, вы видели. Даже Бот Лейн хотел еще зафармить, но видимо оставил линию для Кагмау. Кагмау сейчас мид отпушит и спустится на Бот. Ну что ж. Собирает он себе составляющие Блэк Ливера. Кстати, не так много денег все же было. У него был один мячик, да, по-моему, только. Вот сейчас он купил себе Фейдж и за 800 Киндл Гем. Ну плюс наверняка еще осталось, просто не хватало 950, чтобы сделать грейд Блэк Ливера. И Риуты не показывают нам его форму. Что-то мне подсказывает, что он до сих пор ее не сделал. Да он ее не сделал до сих пор. Что за бред? Почему он его до сих пор не сделал? Не, ну сейчас-то точно. Ребят, сейчас вы могли АФК на базе стоять и уже бы накопили любую форму. Дело в том, что она где-то на 15 минуте автоматически вам присуждается, и потом вам 3,5 минуты надо ждать. Я, честно, не въезжаю, в чем прикол. Почему Ливи до сих пор не сделал себе форму? Такое впечатление, что он просто забыл. Вот мы и перехвалили его, ребят. А кто там спрашивал, почему он не в команде СКТ? Вот поэтому он не в команде СКТ. Форма не нужна на скельце в базовой. Ну вот, наконец-то. И это Даркин. Серьезно, Даркин. Я абсолютно уверен, что ему Даркина дали еще на 13-й минуте. Просто потому, что он мучил Икс Метти, а килл, который он получил на Олихе, не так много очков там заработал для Шадоу Ассасина. А меч он насытил свой, вот этот клинок насытил как раз таким милишным чемпионом Грагасом. Потому что он его мучил. И на 13-й минуте, когда раскидывание шло, должен был получить... Ну, короче, ладно. Ну, сделал Даркина. Теперь у него есть дополнительный процентный урон, есть подкидывание, есть адовый отхил в ульте. Все это есть, ребят. Но как-то поздновато. И, если честно, имморталы как раз воспользовались этой стадией. Помните, про которую я как раз вам и говорил. Тут, кстати, Икс Миттика ловят. Поддамаживает его Леви, но никто подойти не смог. Что у Каина проседалово идет как раз-таки где-то начиная с 7-го левела по 11-й. И вы нивелируете это проседалово тем, что берете как раз в этот момент себе форму. И потом уже вровень идете с оппонентом постоянно. Потому что у вас скейлы вашего чемпиона довольно низкие. Но при этом начальные статы очень высокие. Риуты специально здесь все очень хорошо продумали в этом смысле. Правда, если вы не любите играть агрессивно в начале игры, Каин вам совершенно не подходит. Либо, как вот в моем случае, моя команда совершенно не понимает, как играть с Каином в начале игры. То есть я там предлагаю и тавардаевы на третьем левеле, и заходы в чужой лес за их первым синим бафом. Что я только не предлагаю. А, все игнорируют у нас там. Лучше в носу поковыряю, вышку поддэф... Постаю по... Пожмусь возле вышки. Ой, у меня здесь фармец. Ой, я могу купить себе рубикристал! Рекол! 400 золота заработал. Можно среколиться. Это все, ребят, одноболевшим. Именно из соло-ку у меня просто столько поражений на Каине, что Каин по статистике выглядит одним из самых худших моих чемпионов в лесу. То есть в реальности, если всех моих лесников посмотреть, винрейты там будут 48 с плюсом процентов за всех. Ну, то есть есть по 60 процентов, понятное дело. И есть вот даже плохие лесники 48. Только вот Каин, он там в тридцаточку еле-еле попадает. Просто такой бред. И как раз из-за того, что надо играть агрессивно, а в соло-ку люди не особо понимают, что ты от них хочешь. Хорошая здесь попытка была от команды Gigabit Marine сворваться, но Лула тупанула. В итоге она не дала ульту ни по себе, ни по кому, ни гнать, ни хелл. И команда Immortal, по-моему, выиграет сейчас эту игру уже прямо здесь и сейчас. Хотя Optimus еще жив, но не тот Табелла. Я, к смейте, в него прыгает, прописывает по нему таунт. Ну, не таунт, а подкидывание небольшое пузиком своим. Тем временем Арчи продолжает убегать от Флейма. Флейм продолжает его не отпускать. Ждал он, пока отфлэшится через стеночку Арчи. Тут же дал по нему таунт. И команда Immortal 2.7, 25-ая минута идут на нашоры. Кто такой СКТ, Т1, Эфорд? Не знаю. Не видел такого игрока. Может быть, это аналитик какой-то? Ну, старый игрок какой-нибудь там средней команды корейской, а сейчас аналитиком, и он просто числится у них в составе. Так делают многие команды. Тут у нас Флейм немножко борзел, если честно. Он пытался с Леви посражаться один на один, забыв о трех вещах. Первая вещь. Как раз-таки Каин и есть прямая контракт Шену. Тебе нет смысла здесь сражаться. У него процентный урон. Он дамажит спеллами, автоатак почти нет. Поэтому твоя W тебе никак не помогает. Плюс не забывайте о том, что Лулу была неподалеку. Ну и третий пункт. Какой смысл вообще в этом всем? Держать Леви подальше от нашора? Так он и так бы не пошел играть с Майт Войну. Ох, там у нас Леви пытается сделать дракона. Делает дракон. В этот момент Синдру шикарно ловит у нас Арчи и съедает ее. А переключаются они дальше на Экс Метти. Убивает еще Экс Метти. Каин делает еще один килл. Что-то как-то имморталы сами сейчас отдали все свое преимущество. С нашор бафом вместо того, чтобы отдать бесполезного Оушен Дрейка. Неужели им так хотелось, знаете, выполнить челлендж 3 Оушен Дрейка на чемпионате мира? Ну, видимо, да. Они хотели этот челлендж выполнить. Но не получилось. Пошли за него сражаться. Сразу же потеряли Синдру. Она даже не успела пукнуть. А потом они потеряли Экс Метти, который пытался помочь пукнуть как раз по Белтеру. Но не вышло, ребят. Ну, сейчас вы увидите, он там в Сайленс, подкидывание, съедение. Все. Какой смысл в этом всем все тлен? Надо ждать теперь, ждать, пока появятся снова игроки. Пока они снова придут, отпушат линии. Пока они снова смогут сгруппиться. Ну, глупо сейчас, конечно же. Команда Иммортал поступила. Вот он, по Белтеру мешает всему этому процессу. И вот он. Сайленс, подкидывание, съели. Хей, по Белтеру такой, чё-то как-то говно игра. Ребят, не хочу так. Не хочу в эту лигу играть. Ког на целый предмет отстает. Ну, у Кога и по фарму проблемы, и по киллам. Там даже, наверное, больше, чем... Но предмет будет скоро отставание. Пенат 32 в рейтинге, это ужас. А, вы там рейтинг на Госсу Геймерсе смотрите? Или на каком еще сайте? Я знаю, что сейчас Госсу Геймерс в последнее время не обновляет рейтинг игроков. Рейтинг команд обновляли. А вот рейтинг игроков они вроде даже собирались убрать. А сейчас вот как раз появился на ОПГГ. Про ГГ, или как-то так он называется. И там они рейтинг ввели. Но этот рейтинг не адекваша. Ребят, забудьте про этот рейтинг. Он совершенно нелогичный и неправильный. Ну, то есть, как бы нельзя сравнивать там так, как они проводят сравнение. То есть, по их рейтингу, там, половина корейских игроков не могут быть даже в топе. По той простой причине, что они играли в своей корейской лиге и зарабатывали победы и поражения именно в своей корейской лиге. В то время как Даймонд Прокс зарабатывал в лиге СНГ. И там вот если вот сейчас кто-то посмотрел, там рейтинг увидел, Пината на 32-м месте, Даймонд Прокс там будет среди джанглеров тогда висеть там где-то на 60-м месте. Окей, просто Пинат на 32-м, Даймонд Прокс на 60-м. И я не хейчу Даймонд Прокс, я просто говорю, ну что он-то зарабатывал себе там рейтинг, а этот парень зарабатывал в команде СКТ, играя против Лангжу, против Самсунгов, КТ Ростерсов. Очень честная такая система. Ну то есть, это не тот рейтинг, как, например, в Теннисе. Так что, не совсем правильно. О, хорошее подкидывание, кстати, Леви цепляется, но дают по нему сразу же проказ. Леви остается в живых под Лулу, пока еще сможет давать подкидывание. Пытается, ну, вей, пострелять, но у него нет вообще предметов. Левика убивают, Гардиан Энджел его снимают. И мы не увидим с вами фулл билд от Леви. Шикарно, конечно же, он отыгрывает, но никак это ему не помогает. Точнее, не ему, а его команде. Ни у Оптимуса не было урона сейчас. У Оптимуса один предмет, считайте, один предмет это Архангел. Потому что Абисселл Маску, которую он собрал, она ничего ему не дает, из-за того, что Абисселл Маска есть уже у Арчи. То есть, пассивка одна и та же на обоих игроков. Одна работает. Единственное, там идет прирост от того, что есть мана на этом предмете, и прирост идет урона у Райза. Ну так, если идти от прироста, ребят, то лучше брать Роа как раз-таки. То есть, Абисселл Маска-то как раз собирается для того, чтобы усилить свой урон. Ну, а вы зачем-то две их собрали на одну команду. Ну, глупо, конечно же. Что касается Леви, он отыграл этот димфайт отлично. Времени выиграл навалом, в него ульта Синдр влетела. Именно из-за него потратил ульту Конди. Ой, не Конди, это Кодисан. Нет, Кодисан, кстати, ничего не тратил. Это Олих на него потратил ульту. Шен еще потратил ульту. Вот. А Райз не нанес урона. Новый не нанес урона. В лейте, конечно, они, может быть, там и смогут пострелять. Но как добраться до этого лейта, пока не ясно. Давайте смотреть повтор. Дискотисан разве не тратил ульту? Да, не тратил, видите. Он просто ушел в сторону. И сейчас будет подкидывание. Арчи тут не достал. Левика убили. Сейчас на УВА поймают. А не, не на УВА, а этого поймали. Не вана. Фейкер третий, Унтара пятый. Все логично. Ну да, вот видите, рейтинг такой очень честный. Почему-то по рейтингу Комы, главного тренера команды СКТ, Унтара даже не является номер шесть. Он является номер семь. Потому что они не привезли на чемпионат мира Унтару, а привезли именно Бленка. Потому что знают, что у них будет плей-офф впереди, в котором им нужен Джокер этот. А Унтара, ну, хуй не справится с этой работой. Ой, здесь минус Каин. Но зато сейчас на УВА дали пострелять. Но он и в прошлый раз стрелял, так же бесполезно. Оптимусу тоже дали покидаться спеллами. Потом Грагас намекнул, что сейчас кинет в него ульту, и тот решил отфлэшиться в сторону. ГГБ ПМ 5-9 у нас. Счет по игре, преимущество по золоту, 10 тысяч. Не смогли гигабит-маринцы нас удивить. Скорее, даже такой стандартный пик они сыграли. Только вот Леви дали более керющего чемпиона. То бишь, не доверили ему Грагаса в той же самой ситуации. Но домашних заготовочек на этот матч я не заметил. Ну, то есть, может, вы что-то заметили. Я ничего не заметил. Стандартный сетап, даже не самый лучший сетап. Тут под Кайна лучше та же самая. Ариана бы подходила вместо Райза. Да и против того же самого Синдра Ариана бы лучше зашла. Кстати, а чем у нас играет, если взять статистику? А, ну, то, чем играет Гигабит Маринс Оптимус, лучше не знать, ребят. Лучше не знать, а то, знаете, у вас горькие слезы сейчас потекут. Такой, знаете, скорби по поводу того, что он не взял этих чемпионов. Хотите все же, наверное, услышать, да, ребят? Ну, давайте я скажу. Чем он во Вьетнаме удивлял? Вьетнамские команды. Он играл в этом сплите на Ари. Шесть побед, одно поражение. Он играл на Ясу. Четыре победы, одно поражение. Он играл на Зеде. Пять побед, одно поражение. И самое смешное, что половина из этих чемпионов, а именно Ари и Ясу, идеально подходили под их сетап. Тут два подкидывания, даже три подкидывания, если Лулу еще учитывать. Вот тебе Ясу и работает. Плюс у Ясу есть стенка, чтобы донять урон, входящий от Зайи и входящий от Синдры. Ну и берем Ари. Шикарные чармы, шикарная инициация, магический урон, адовый. Пришлось бы кучу собирать магреза команде Immortal. А так они тупо проигнорировали точечный магрез там. Собрал просто себе флейм, ну чтобы от чего-то не страдать. И там Локет собрал Иксмит и уверен, что этого хватит. Больше как бы ничего не нужно. Никаких хекс-дринкеров, никаких QSS-ов. Нафиг нам все это нужно? Потому что основной урон будет наносить по нам Кагмавс, автоатак и Леви. А Оптимус, когда он там расфармится? Вот он сейчас до Жони добрался. Ну, что-то появляется у него. Когда берется фиолетовый шлем? Когда у оппонентов есть урон, повторяющийся, магический урон, повторяющийся в течение 4 секунд. Синдра подходит, чтобы брать этот предмет против нее. Кто у нас там еще? Кассиопея, понятное дело. Тима. Корки годится, кстати говоря. Повторяющийся урон. Ну, то есть тот же самый урон. У Корки это автоатаки. Они добавляют магический урон. И поэтому, так как они повторяются постоянно. Плюс еще у него ракеты с ульты откатываются каждые 2 секунды. Поэтому он постоянно, когда их кидает, будет меньше урона наносить с каждым разом. У Чагата, например, такого урона нет. Чагат вот дает кушку, дает ешку. И... О, эту. Стоп, подождите, там убили! Убили Заю очень быстро! Я на секунду подумал, что это Каин умер. Еще хотел сказать, что ну вот, видите, Каина быстренько убили. Но нет, там убили Коди Сана. Команда Иммортал даже сама не поверила в то, что это произошло так быстро. Мгновенный Леви сделал флэш подкидывания. Пришлось тут Арчи вернуться, отпушивать нижний ингибитор. Он апнулся, но верхний ингибитор все еще убит. И поэтому тут супер-мопсы пришли, и команда Иммортал в численном меньшинстве. Но зато без каких-либо проблем должны будут сломать этот ингибитор. Если бить его начнут, конечно же, бить надо. Побаиваются они, они боятся Леви. Там он прописывает у нас флейм. За спину летит Райс! Райс прилетает, но кем? Нет, он прилетает туда Арчи, он отправляет туда Чагата. Десантник Чагат вылетает, дает Сайленс. Подкидывание не попадает. По флейму стан от Побелтера надо уже идти защищать базу. Нельзя здесь погнаться. Рамбл, да, Рамбл тоже постоянно. Катарина тоже подойдет, да. Катарина, если я правильно помню, все магический урон считается. А так как спеллы постоянно дублируются, значит Катарина 100% подходит. Ну, на ЛЦС чаще всего берут против Синдры, Кассиопея, Райза вот тоже годится. Рамбл, конечно же. Ну, в общем-то и все. На чемпионате мира больше таких чемпионов не используют пока что. Против Синджита, да, Синджита тоже годится. Потому что там постоянно яд наносит тебе урон, вообще нон-стопом. Там ты настолько сильно нивелируешь, что тут урон, это классно идет. Ну, тот же самый Грагас, допустим, Чагат, он ничего не даст. Теоретически, вот здесь вот у нас, видите, я понял, почему вы задали вопрос, потому что Шен здесь собрал. А теоретически можно его собирать против Кагмава. У Кагмава есть к автоатакам дополнительный магический урон, и ты уменьшаешь этот магический урон, который процентный. Но это такое, знаете, это... Скорее не надо, ребят. Торнмейл дал, мне кажется, бы больше. Потому что Торнмейл бы блокировал физическую составляющую его урона, которую он, по сути, и собирает, Кагмав, чаще всего. А магическую составляющую, ну, ну, заданаешь-то чуть-чуть, ну ладно. Но это не так. Там еще надо тоже прочитать описание, я просто не помню. У Кагмава это так же, как и у Корки. У Корки просто это не считается он-хит-эффектом. У Корки это считается магическим уроном, добавочным. А у Кагмава, если это считается он-хит-эффектом, то это вообще не считается. Вот, ну вы поняли. У него и Торнмейл же тоже есть. Но Торнмейл он сейчас купил, он до этого бегал же без него. Он его как раз из последних бэков взял. Так что у него теперь абсолютный билд против Кагмава. Давайте так пойдем. Он и физическую составляющую понижает, и магическую составляющую Кагмава понижает. Но команда Гигабит Маринс, честно, обороняется очень хорошо. Ну, Леви старается изо всех сил не дать своей команде умереть. Может, тогда он против Райза это собрал? А да, кстати, там же еще Райза. Я же Райза тоже упоминал, да. Все верно, да. Тогда еще и Райза доняет. Тогда ладно, плюсик ставлю. Плюсик ему ставим. Заслужил. Не служил, но заслужил. Без трех ингибиторов осталась команда Гигабит Маринс, и имморталы после предыдущего неудачного розыгрыша с убийством ингибитора на миде при потере Кодисана, когда все произошло, решили сейчас не агрессивничать. Просто сломали три ингибитора и будут ждать Элдер Дрейка, с которым будут заканчивать игру. Или как тут? Попытка зацепить Леви. Леви тут же среагировал, отошел в сторону. И к смете решил флэш не прожимать. На рекол никто не ушел, все же у имморталов. Нет, они не будут ждать дракона. Решили все же запушить. И шикарный стан здесь прописывают по белтеру. Оптимус, правда, цепляет Кодисана. Тон урона Оптимуса у него уже вот став появился, ребят. У Кодисана нету сейчас магической защиты. У него есть только Гардиан Эйнджел, который не даст ему ваншотнуться. Но теоретически, мне кажется, лучше бы он собрал себе как раз таки Магрес, чтобы Райс его не мог пробивать. Так легко. Ну, там тот же самый Хекс Дринкер. Хотя, с другой стороны, если в него с двух флэшей влетает Каин, Райс, даже с трех флэшей еще Арчи, то Гардиан Эйнджел лучше зайдет. Но оборона у команды Гигабит Маринс очень хорошая. И на минуточку просто задумайтесь. Они обороняются с 24 минуты. Это когда Каин получил себе красную форму, они потеряли тогда Тимфайт, помните? И Нашо разобрала команда Иммортал. Вот с тех пор из-под вышек Гигабит Маринса не выходит. Они не фармятся сейчас вообще в своем лесу. Они фармятся только на тех крипах, которые пушатся к ним. Но при всем при этом все еще не отдали игру. То есть они смогли задефаться каким-то образом. Шлем не режет Чагата. Ты имеешь в виду его Ешку? Самого Чагата... Ну, где ты там порежешь его? Там каждый спелл это разный дэмэдж. Считается. Там же разные описания у каждого из его спеллов. А по поводу Ешки, вот так толку ее резать. Это же мусор. Показывают нам, что Побелтер основной дэмэдж-диллер команды Иммортал. В этой игре пока что не очень Кодисан себя чувствует на этом чемпионе. Но я про Кодисана говорил, что это, наверное, единственное слабое звено команды Иммортал будет на этом чемпионате, потому что он не играет этих чемпионов. Ну, как, в общем-то, и Оли. Холлих тоже не играет ордент цензов чемпионов. По сути, вся вот эта вот мета ботлейна против команды Иммортал. Прилетает здесь Шен на телепорте. Чего? Ну, ладно. Прилетел и прилетел. Урон Кога, урон Шена. Да, здравствуйте. Минус вышку сейчас пытаются сделать Иммортал. Спустились они вниз. На Шора нет, но есть зато вот баф с трех драконов. Элдор посовещался с ними и дал им этот баф. Тут пытается Леви попадкидывать. Шикарно ловит по Белтеру. Но это было такое впечатление, что байт по Белтеру попался, но его не убили. А вот Чагат погибает. Не успевает даже нажать он Эрочку. Но Уэй попытался пострелять, но Флейм прожимает. Все же таки спелл и спасается. Имморталовские игроки. Убивают они. Ну, они проиграли, конечно же, гигабит-маринцы, но сражались достойно, ребята. Боронялись как могли. Еще раз нам только показали, что лейт-гейм, они не могут играть наравне с этими командами, потому что их три турецких друга, три турецких друга, играют хуже. Они тупо хуже фармятся, они хуже позиционируют себя, они хуже отыгрывают. Но концовочка мне понравилась, как Райс просто говорит, а че ты, че ты не тимфайтишься? Давай, в бой. Десантник, десантник Кагмав выскакивает. Конфуз такой, конечно, произошел любопытный. Этот Райс давал ульту, мне кажется, чтобы спасти Каина, а в итоге почему-то он ультанул в ту сторону, а не на свой фонтан. Может быть, это был мисклик, а может быть, это был уже, знаете, мы все равно проиграли, давай хоть постебаемся. Попытались они ваншотнуть Пабелтера, вы видели, как классно они сделали инициацию, но Пабелтер тут же мгновенно отфлэшился и получил Шенновскую ульту себе на лицо и выжил. Шесть шмоток, да, не было у Кайна еще шести шмоток, не было и у Кагмава шести шмоток, чтобы воевать на равных. Ну, это же не случайно произошло, понимаете? Начиная с 24-й минуты, имморталы давили, 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 все чуть-чуть им не хватало. Ну вот в конце все же хватило. Показывают нам урон там, я так понимаю, топ-1 верхний игрок, это что, Шен топ-1 урон нанес? Да нет, не могла, там Синдра вроде была на первом месте. Ну ладно, там какая-то странная табличка у нас была по урону. Ну, а мы идем, ребят, сейчас на перерыв. Продолженная игра в этой группе будет тоже интересная. Команде Фанатик надо уже наконец-то вылезать из той дырки, в которую они себя запихнули. Я, конечно, понимаю, что они сейчас очень похожи на тот самый мультик, куда идем мы с пятачком, блин, где Винни застрял. И застряли они очень глубоко. 0-2, проиграли вьетнамцам, проиграли американцам, и сейчас попадает на корейский топ-1 коллектив, и, скорее всего, топ-1 этого чемпионата мира, потому что пока Ланг Джу выглядит лучше всех. Перерыв.